Друзья, всем привет! Мы находимся в Москве в Сайберстадиуме на отборочном этапе в чемпионат России 2014 по Point Blank. Со мной Александр Тушкан-Карпачев. Привет, Саш! Привет! Сегодня мы возьмем в него интервью, спросим самые интересные фишки, самые интересные моменты о турнире и обо всем. Ну и, конечно же, поговорим о команде. Скажи, да, в каком составе вы прилетели сегодня, приехали, приползли и вот просто докатились? Ну, так получилось то, что у нас Люда Фарших не может участвовать вообще на Кубке России, а Фридос и Зишко решили не ехать в Москву на данной отборочной, потому что очень много затрат, но для нас это было. Виталик играет в Новосибирске за команду Ярд, с Осом, с Игоряном, со Стайером и Реактивом. Сюда мы приехали составом я, Ваня, Джонни, Рэнди и взяли молодого перспективного очень игрока Гентеля. И вот таким вот составом, я думаю, это наш московский микс, в который мы будем чаще играть и, думаю, будем радовать всех своей игрой. Ага, супер. Слушай, скажи, пожалуйста, как вот сегодня у вас уже протекает игра, проходит, ну, то есть есть ли какая-то минус мораль или наоборот плюс мораль, вот именно из-за того, что вы, не знаю, успели, не успели потренироваться, вот, ну и вообще как, вот, залетает или нет? Ну, вообще, более-менее все нормально и, ну, никому же не секрет, мы уже в финале, нам повезло очень сильно по сетке, все, почти все самые сильные команды были у нас. В одной восьмой мы выиграли команду Эмбарго на метро, довольно-таки уверенно. У ребят все попадает, все хорошо стреляют, даже не сказалось то, что мы практически сейчас не играем в ПБ из-за каких-то личных проблем. Мы не собираемся, не играем в праки даже команды, потому что Зишка и Фаршик решают проблемы по поводу учебы. И мы периодично, кто-то играет в паблики, кто-то может, ну, постольку-поскольку, просто так получается. Дальше у нас была не самая после Эмбарго, у нас была команда ГГВППРО, ребят приехали полным составом и поехали домой. Ну, слушай, немножко обидно, согласитесь. Спорю, немножко обидно, да, ну, они, мы играли ДЦ, довольно-таки дефолтная карта, на ней довольно-таки несложно, грубо говоря, играть миксом. Правда, у ребят тоже была замена, но все равно, то есть, ребята играют, ребята вроде как упорно играют, не знаю, почему у них не пошло. Мы проиграли 6-3 деф, мне залетало на каждой позиции. Я закончил первую сторону 0-8. Как тряпка? Как тряпка, да, просто 0-8. Шапка панда мне в данной игре не помогала на данной стороне. Что произошло дальше, мы сменили сторону, и звено Уэкзе нынешнее я с Ванечкой просто очень хорошо попадалось. Показали. Да, Ваня рубил всю Альфу, просто он делал вещи невероятные. А у меня нормально залетало ДЛ, причем такое ощущение было, как будто я в прошлую сторону унижал их просто. Просто у меня все залетало, хотя у меня был счет 0-8. Мы довольно-таки уверенно сыграли, взяли 6 раундов почти сразу, счет был уже 9-7. И на какой-то такой, не знаю, неуверенности, что ли, отдали 2 раунда, дошли до допов, сменили сторону. Я сыграл за деф опять 0-3, общий счет у меня за деф 0-11. Ну просто, у меня просто залетает на всех позициях. Ваня пытался мной перекрывать какие-то точки, где ребятам не получалось. А получалось так, что наоборот мне влетало, и все как-то очень плохо сложилось. Сит был дырявым. Да, но даже несмотря на то, что я закончил 0-3, ребятки на мои взяли 3 раунда в дефе. И на большую уверенность мы перешли за атаку, забрали последний раунд. И по допам со счетом 13-9 выиграли команду ГГВП и лишили их квоты, по крайней мере в Москве, на Кубок России. Не знаю, по этой ребятам куда-то еще брать квоту, но в Москве они ее не получили. Ну что ж, мы будем надеяться, что у них все-таки они соберутся и отвоюют квоту в каком-то другом городе. Если у них здесь не получилось. Потому что жесткое соперничество на финале нам в любом случае нужно. У нас есть Фридосик. У нас есть команда Фридоса, жесткая команда. Со скаком. Да, с Осом. Потом, если мне не изменяет память, то в Казани довольно-таки хорошая команда. Турет-синдромы. И довольно-таки сильная команда будет в Нижнем Новгороде. Там Стармикс. Ну, Стармикс, да. Там Сатана, Тату, Фидяев. И еще два ребят играют. Честно, не помню. Ребят, не обижайтесь. Я просто реально забыл. То есть, довольно-таки сильная конкуренция будет на Кубке России все равно. Потому что, грубо говоря, ни одной полной команды не будет. Будут одни лишь миксы. Плюс, вот сейчас в Москве, вот, я думаю, скорее всего, возьмут ребята из... Я даже не знаю, как их назвать. Ну, сборный микс из Бора, Вейзика. Кто там еще с ними играет? Диаблос, наверное, с ними играет или не играет? Ну, короче, хороший Стармикс тоже. Правда, Вейзик... Ну, надо... Ну, Вейзик, правда. Не старый же. Ну, что поделать. Да. Хотелось бы, чтобы он в Старе, конечно, играл. Но, довольно-таки, тоже с Куваевым, да. Вот, ребята из ГГВП, то есть Бора, да. Все, прям, хороший будет микс. Я думаю, на финале Кубка России будет на что посмотреть. Только чемпионат, Сань. Ну, чемпионат. Я все время их путаю, извините, пожалуйста. Да, ладно, я на самом деле шучу. Это не страшно. Ну, как-то так. Немножко поменяем тему. Как тебе вообще атмосфера сегодняшнего Лана? Вот, что ты скажешь по поводу команд, которые собрались? Вот, много кто приехал из разных городов. Кто-то из Твери, кто-то из Рязани, кто-то из Питера примчал. Вот, много ли ты, ребята, вот именно, ну, незнакомых, ну, так скажем, знакомых по онлайну, но незнакомых вот именно по, так, визуально встретил? Нет, на самом деле все ребята, которые я знаю в онлайне, я их видел и на Лане уже. То есть много, на самом деле, ребят приехало сегодня. Реально сегодня было больше 30 команд. И это очень хороший результат, я считаю, для Поймбланка, для Москвы. Конечно, хочу, чтобы еще больше было, там 64 какие-нибудь команды собиралось. Но это очень долгий будет Лан, но было бы круто. Очень много, да, очень много молодых команд, которые только собираются. Есть старовские ребята, которые приезжают, наконец-то, которые послушали мое скайп-шоу. Там тоже сам Разрух приехал играть. То есть ребята приезжают, играют и показывают какой-то хороший уровень игры. Сама атмосфера мне сильно нравится. Я вот тут нарулил себе шапку панды, короче, сижу в ней и играю. В ней очень тепло, на самом деле. Варенье немного прохладно и можно руки погреть, короче, перед игрой. Вообще очень бомбезная шапа. То есть прям... А кто тебе ее подарил, скажи, или ее дали поносить? Мне дали поносить, знакомая моя, я просто ее забрал, я не спрашивал, в принципе. Ну, потом однам ей... Ну, реально, просто очень холодно и неохота заболеть, как в Турции я был больной. То есть вообще неохота. Ну да, и в Таиланде мы тоже, помните, все болели. В Таиланде все болели. Ну что ж, хорошо, было очень интересно. Саша, давай переходить к пожеланиям и приветам. Пожеланиям? Да. Ну, всем давайте пожелаем настойчивости, упорности, молодым игрокам, чтобы они не вешали нос, когда что-то не получается. Пытались добиться своей цели. Ставили перед собой самые максимальные цели для того, чтобы их достигать. Приветам всем, кто меня знает. Привет нашим болельщикам. Спасибо, что вы нас смотрите. Спасибо, что вы нас поддерживаете. Очень круто было, когда мы сейчас играли против ГГВП. За нами стояло очень много народу. За 12 ребята сидели и играли. Они даже встали, уступили нашим фанатам место, грубо говоря, и перестали играть немножко. Смотрели, когда там делаешь какие-то фраги, они начинают просто взрываться все. Это очень круто. Спасибо вам за такую поддержку. Спасибо, что пишут нам в ВКонтакте, поддерживайте нас постоянно. Отдельный привет я передам опять же Сереге Лису, потому что очень-очень-очень крутой чувак. Нет, не чувак. Очень крутой человек, вот так вот, правильнее будет сказать. Он мне очень во многом помогает. Спасибо ему на этом. То есть, всегда даст какой-то совет хороший. Даже он, грубо говоря, не старый игрок, но очень много все-таки помогает. То есть, и приятно с человеком общаться, и все. Ну, всем литерейтам, то есть, я очень хорошо общаюсь с литерейтами. Литерейтам привет всем, кто нас знает. И, конечно, Фридосику, вот насчет удачи. Фридосику удачи надо пожелать обязательно. Фрид, тебе удачи, Виталя. Это все, Саша? Да, я думаю, все. Ну что ж, дорогие друзья, спасибо вам за внимание. Тренируйтесь, играйте, выигрывайте. Ну и, конечно же, будьте лучшими. АВПН Бланк. Эй, именно так.